Вопрос про вес. Я периодически худею и обратно набираю вес. Объедаюсь прямо до боли. Что это? Обжорство? Нелюбовь? Нежелание жить? Нереализованность? У меня отвращение к толстякам. И сама я себя довожу до этого состояния. И посмотрите, какой прекрасный вопрос. Помогите, с чего начать? Боже, какой прекрасный вопрос. Потому что если бы он был, что делать? Вот это все вместе делать. Потому что может быть и нелюбовь, и нежелание жить, нереализованность. Там все, там что только нету на самом деле. Это надо разбираться. А вот вопрос уже, девочки, надо прям заметить, что девушка уже прошла какой-то путь. Она так правильно сформулировала вопрос. Помогите, с чего начать? Потому что это путь. Потому что лишний вес, это может быть много причин и много факторов, которые нужно поправить, которые нужно скорректировать для того, чтобы вы смогли быть в стабильном весе. И поэтому это путь. И поэтому нету какого-то одного рецепта, понимаете? Только питание. Или только спорт. Или только психология. Или только, не знаю, как бы разгрести проблемы в семье. Потому что это комплексная история, да? Комплексная история. И смотрите, здесь очень важно увидеть ресурсы. Девочки, всегда для того, что мы, когда мы идем в новый какой-то путь, а это же некий новый проект, да? То есть вот я раньше то такой вес, то такой, а теперь я иду в новый проект стабильный вес. Так, это для меня новое. Когда мы идем в какой-то проект, вот представьте, вы пошли в поход. Что вы делаете? Вы же собираете вещи, правильно? Вы там рюкзачок берете, смотрите какую-то одежду, которая подходит, да? Там, не знаю, какие-то консервы, ну, в зависимости, куда вы идете, да? Или вы едете на отпуск. Вы все равно берете купальники. То есть вы берете что-то, что вам понадобится. Ресурсы, правильно? Собираете ресурсы. Потому что кто идет, вот как вышел, так и пошел, потом окажется, что он голодный, что он промок. Или вы приехали на какой-то курорт, у вас плавок нет, вам надо сейчас в время пойти покупать. Вы тратите, там, сумма в три раза больше, и купальник, может, и не сильно тот, который вам нравится, да? То есть нужна подготовка, правильно? Подготовка. И вот тут, девочки, когда вы идете в какой-то новый проект, будь то семья, разборка в семье, да, ребенок, вес, смена работы, вот все что угодно, вам нужно собрать вещи. Понимаете? Что это такое в психологическом понимании? Это понять, что у нас уже есть. И вот судя по тому, что девушка так мне пишет, у нее уже очень много ресурсов. Скорее всего, она их не видит. Мы склонны себя обесценивать. Нам кажется, блин, у меня ничего не получается, и вообще я такая, здравствуй, дерево. И вот кто-то сейчас мне скажет, я услышу, и пойду, у меня все получится, да? А на самом деле у вас уже есть какой-то опыт. Вы уже, смотрите, сбрасывали вес. У вас уже есть много и много результатов. Увидьте это. Возьмите себе блокнот и вспомните, сколько раз в жизни у вас это получалось. Проанализируйте, за счет чего у вас получалось. Похвалите себя, что это получалось. А потом проанализируйте, что срывало вас, да? То есть вот есть я, которая сбрасывает вес. Вот я так действую, вот так я себя чувствую. А потом что со мной происходит, что я обжираюсь прям до боли, да? Вот что, что является спусковым крючком, понимаете? То есть нужно начать наблюдать, что со мной происходит. И вы увидите, что может быть каждый раз после разговора с мужем или с мамой, или что-то происходит, или вы попали в стрессовую какую-то обстановку, или вы испугались, может быть вы испугались. У меня вот есть одна клиентка, да, которая по поводу этого, у нее есть страх, потому что когда она сбросила вес и стала прям конфеткой, поддержки не было. Как бы родители сказали, да нафиг тебе это нужно, коллеги по работе из зависти, видимо, клевать ее начали, да? И она поняла, что в таком весе она как бы для всех меньше привлекательна, понимаете? Она потолстела назад. То есть тут надо разбирать, понимаете, что с вами происходит. И с чего начать? С наблюдения. С наблюдения. Начните наблюдать, что вдает срыв. Что такое происходит, что вы наедаетесь до боли. Когда вы отыщите этот фактор, постарайтесь как бы и до боли прям вот объедаться, а чуть меньше, да? Уменьшайте долю вот этих экстримов, понимаете? Экстримов, да? Потому что очень часто, кто вот с весом работает, они прям, знаете, то жесткая диета, прям, знаете, как пружина вот так себя сжимает, а потом пружина раз, и вообще потом все можно. А потом объедаются, аж плохо становится, да? Зачем так пружину сжимать, понимаете? Она потом обратно даст, да? Попробуйте снижать дозу вот этого обжирательства тоже по чуть-чуть. И хвалите себя за это, понимаете? Вам нужно давать себе поддержку, что раньше было съесть 15 булочек, а сейчас ела 12, и это прогресс, потому что 15 и 12, это минус 3 булочки, это важно увидеть, понимаете? Это та поддержка, которую вы можете себе дать. Поэтому я бы вам посоветовала начать с наблюдения, что у вас так, что происходит с вами внутри и вовне, что происходит, что вы так себя, да, вот опять вот отобъедаетесь. Может быть, вы увидите, что я на самом деле так устаю, и мне нужно спать идти, а я сижу в инстаграме, понимаете, а потом иду и ем. И вы поймете, можешь мне спать ложиться вообще-то в этот момент, потому что это для меня зона риска. 23.00, я уставшая и с инстаграмом, это зона риска, надо идти спать, понимаете? И вы говорите, ага, пойду-ка я, пойду-ка, пойду-ка, да? И вы начнете себя вот так вот переключать. Поэтому, девочки, что такое эмоциональная компетентность? Это наше понимание про себя. А что повышает эмоциональную компетентность, да? Наблюдение. Когда мы наблюдаем и смотрим, у меня это так, ага, я это могу использовать. Кто лучше вас поймет, что с вами происходит? Только вы сами. Как? Через наблюдение.